Приветствую тебя, я преподки зомбы Юра, и это рубрика Fix Your Case. Я дам всего лишь один совет на неделю. Попробуем расширить функционал правой руки партнёра. Включаем логику и техническую смекалку. Разные точки приложения на спине и корпусе дамы, и разные способы воздействия. Запоминай, мягкая рамка и ладонь, приложение выше экватора, то ведём на пластику и изоляцию. Если импульсы достаточно продолжительные, воздействие на верхнем корпусе, либо на центре, то партнёр ведёт даму на разворот. Если рамка в тонусе, то происходит ведение на шаги с контролируемым темпом, замедление ускорения точки. Если рамка мягкая и ладонь ниже экватора, то намекающие лёгкие импульсы задают пластику бёдер, ведение на элементы тарашини. А продолжительные импульсы ниже экватора задают руление нижней части тела дамы. Плечи партнёрши принимают также рулевые импульсы. Здесь ведём на точки, реверсы и повороты. Рёбра под экватором принимают тонкие импульсы на пластику, а продолжительные воздействия со смещением воспринимают как намёк двигаться боком с сохранением схемы шагов. Как стартанули, так и продолжаем. Даме остаётся лишь привыкнуть к отличиям. Пробуйте и отрабатывайте. И последнее, если хочешь более подробное описание, поставь под видео плюсик, делись успехом и желаю отличной недели. В следующий раз дам упражнение для понимания правильного классического базового шага, если манера не зашла. Продолжение следует...